Глава 3. Миканский период. Причинение страданий многобожниками пророку и его сподвижникам. Когда многобожники увидели правдивость призыва пророка и то, что люди стали собираться вокруг него, они начали причинять страдания верующим. Примеры некоторых таких их дел. Распространение слухов о том, что Мухаммад является колдуном, чтобы отвратить людей от него, и чтобы люди боялись его. Распространение слухов о том, что Мухаммад является одержимым, чтобы люди считали его неразумным. распространение слухов о том, что Мухаммад, салаллаху алейху ассалям, является лжецом. Но этот ход изначально был обречен, так как он был известен среди людей как надежный Аль-Амин из-за своей правдивости и надежности. Насмехание над пророком, салаллаху алейху ассалям, и над тем, с чем он пришел. Создание шума и суеты, чтобы отвлечь людей от слушания пророка, салаллаху алейху ассалям, когда он приходил с откровением от Аллаха и с истиной. Встреча тех, которые приходили в Мекку для совершения умры, хаджа или по каким-то другим делам, чтобы не дать им встретиться с пророком, салаллаху алейху ассалям, или же, чтобы предостеречь их от него. Причинение страданий непосредственно самому пророку, салаллаху алейху ассалям. Например, однажды Укба ибн Абу Муайт потянул себе пророка за его одежду, удушая его, пока Абу Бакар не оттолкнул его от него. И он же положил на спину находящегося в земном поклоне пророка рубашку, плода принесенной многобожниками в жертву ерблюдицы, которая затем убрала с его спины его дочь Фатима. Попытка убить пророка, салаллаху алейху ассалям. Они предложили его дяде Абу Талибу поменять пророка, салаллаху алейху ассалям, на человека по имени Амара ибн Аль-Валидды, чтобы затем убить пророка, салаллаху алейху ассалям. Но Абу Талиб отказался. Также они хотели убить его, когда он намеревался совершить переселение. Мучения верующих, у которых не было поддержки и причинения им сильных страданий, как, например, то, что они ложили камень на живот Беляля, и то, как они поступили с семьей Амара, бин и Асира и другими верующими. Переселение в Эфиопию. Когда мусульман стало больше, и неверующие, опасаясь верующих, стали еще больше мучить и испытывать их, посланник Аллаха салаллаху алейху ассалям разрешил им переселение в Эфиопию. Он сказал, поистине, в ней есть царь, при котором людей не притесняют. Первое переселение. В первый раз в Эфиопию переселилось 12 мужчин и 4 женщины. Среди них были Усман бин Аффан ради Аллаху Анху. Он был первым, кто вышел, и вместе с ним была его жена Рукайя, дочь посланника Аллаха салаллаху алейху ассалям. В Эфиопии они жили в лучших условиях. Затем до них дошла вещь о том, что курайшиты приняли ислам, которое затем, как выяснилось, оказалось ложной, и они вернулись в Мекку. Некоторые из них не стали входить в Мекку и вернулись обратно в Эфиопию. А некоторые все-таки решили войти в Мекку. Те, которые вошли в Мекку, среди которых был Абдуллах ибн Масуд, ради Аллаху Анху, встретили от курайшитов сильные притеснения. Второе переселение. Во второй раз в Эфиопию переселились 83 мужчины и 18 женщин. Они жили при Негусе, царе Эфиопии, в лучших условиях. Весть об этом дошла до курайшитов, и они отправили в Эфиопию несколько человек, среди которых были Амр ибн Аль-Ас и Абдуллах ибн Рабиа, ради Аллаху Анху. Чтобы хоть как-то изменить отношение царя Эфиопии к переселившимся верующим. Но Аллах Всевышний обернул их ухищрение против них самих же. Принятие ислама Умаром и Хамзой. Шестой год с начала пророческой миссии принял ислам Хамза ибн Абдул-Муталиб, ради Аллаху Анху, которого называли самым сильным из курайшитов. И Аллах Всевышний укрепил посредством него своего посланника. Затем принял ислам Умар ибн Аль-Хатаб, ради Аллаху Анху, за которого обратился с мольбой пророк, салаллаху алейху ассалям. После того, как Хамза и Умар приняли ислам, верующие стали сильнее, и курайшиты стали воздержаннее своей враждебности к верующим. В ущелье Абу Талиба Курайшиты старались еще больше причинить страданий посланнику Аллаха, салаллаху алейху ассалям, и устроили ему и его семейству блокаду в ущелье Абу Талиба, которая продолжалась три года. Во время блокады в ущелье родился Абдуллах ибн Аббас, ради Аллаху Анху. Пребывание в блокаде было тяжелым испытанием для пророка, салаллаху алейху ассалям. Когда закончилась блокада, ему было 49 лет. Кончина Абу Талиба и Хадиджи Спустя месяц после этого умер его дядя Абу Талиб, которому было 87 лет, и затем через некоторое время умерла его жена Хадиджа, ради Аллаху Анха. Причинение страданий пророку, салаллаху алейху ассалям, со стороны неверующих еще усилились. Хождение в Таиф Однажды пророк, салаллаху алейху ассалям, отправился с Зайдом ибн Хариса, ради Аллаху Анху, в Таиф, чтобы призывать людей к Аллаху Всевышнему. Он там оставался несколько дней, но жители Таифа не ответили на его призыв. Наоборот, они причинили ему страдания, изгнали его и бросали в него камни так, что обе его пятки были ранены до крови. Посланник Аллаха, салаллаху алейху ассалям, ушел от них и решил возвратиться в Мекку, в которую он вошел под покровительством Аль-Мута'има ибн Адии. Аддас и его принятие ислама По пути возвращения в Мекку, он, салаллаху алейху ассалям, встретил христианина по имени Аддас, который уверовал в него и признал его пророком. Уверование джинов На своем пути, в местечке Нахла, к нему, салаллаху алейху ассалям, была направлена группа джинов из племени Насиби и Ун. Их было семеро. Они послушали Кур'ан и приняли ислам. Ночь перенесения и вознесения Затем он, салаллаху алейху ассалям, ночью был перенесен своим телом и душой в мечеть Аль-Ахса в Иерусалиме и оттуда был вознесен телом и душой выше небес к Аллаху Всевышнему. Ди Аллах обратился к нему с речью и вменил в обязанность совершение молитв. Предложение ислама арабским племенам Живя в Мекке, каждый сезон он призывал арабские племена к Аллаху Всевышнему и предлагал им, чтобы они взяли его под защиту, чтобы он мог доводить слово своего Господа. И за это им был бы обещан рай. Ни одно племя не ответило на его предложение, и Аллах припас этот подсчет для ансаров. Эта весть дошла до шестерых человек из будущих ансаров, и они ответили Аллаху и его посланнику, салаллаху алейху ассалям. Они вернулись в Медину и стали там призывать людей в ислам. Ислам распространился среди жителей Медины настолько, что не осталось ни одного дома, в котором не говорили бы о посланнике Аллаха, салаллаху алейху ассалям. Ансары и присяга в Аль-Акаба Первая присяга Затем на следующий год прибыли в Мекку 12 мужчин из числа ансаров. Пятеро из них были из числа первых шести. Они дали посланнику Аллаха, салаллаху алейху ассалям, у Аль-Акаба такую же присягу, которая была предложена женщинам в суре Аль-Мумтахана, и затем вернулись в Медину. Вторая присяга Спустя год к нему прибыли из Медины 73 мужчины и две женщины, которые являются участниками второй последней присяги. Они дали посланнику Аллаха, салаллаху алейху ассалям, присягу, что будут защищать его от того же, от чего защищают своих жен, детей и самих себя. Затем посланник Аллаха, салаллаху алейху ассалям, и его сподвижники направились к ним и выбрали из них 12 предводителей. Продолжение следует...